Резкое изменение веса, жажда, усталость, плохо заживающие раны. Эти симптомы должны насторожить каждого. Именно они свидетельствуют о начале опаснейшего заболевания сахарного диабета. За свое стремительное распространение диабет назван неинфекционной эпидемией 21 века. Именно он входит в тройку заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и смерти. Медики всего мира проводят работу по профилактике и контролю сахарного диабета. По официальным данным нашего центра электронного здравоохранения насчитывается 75 тысяч больных, которые у нас состоят на учете. Но если бы мы провели скрининг и провели каждого жителя нашей страны, имеющего факторы риска, то наша цифра бы достигла до 200 тысяч. Очень много людей, к сожалению, с факторами риска развития диабета не обращается медицинское учреждение. Поэтому одна из задач этого проекта – выявлять этих больных с факторами риска. Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ разработали ряд планов по профилактике и лечению сахарного диабета на 2022-2024 годы. Особое внимание направлено на выявление таких серьезных осложнений, как диабетическая стопа, диабетическая ретинопатия. Кроме того, обязательным является повышение грамотности пациентов в отношении своего заболевания, так как далеко не все понимают всю серьезность диагноза. Если правильно диагностировать сахарный диабет, если правильно контролировать его, то мы можем, в принципе, избежать осложнений. Но если пациент не может, не вовремя приходит к пациенту, некомпенсированный пациент, то бывают такие грозные осложнения со стороны глаз – ретинопатия, нефропатия, гемодиализ и, конечно же, ампутация конечностей, гангрена, ампутация конечностей, что приводит к инвалидности пациентов. Коварство сахарного диабета заключается еще в том, что заболеть им может практически каждый человек, независимо от пола, возраста и места проживания. И все же существуют определенные предпосылки к заболеванию. Наследственность, ожирение, гипертония, злоупотребление фастфудом и сладостями и стрессы. Основные симптомы – это, конечно, повышение сахара крови. Оно проявляется сухостью во рту, жаждой, частым мочеиспусканием, неправильным ритмом мочеиспускания. То есть люди могут вставать часто по ночам, люди начинают испытывать склонность к плохому заживлению ран, люди могут испытывать склонность к более длительно текущим инфекциям, зуд кожи и так далее. Симптомов очень-очень много. Но отличие разных типов диабета в первую очередь протекает между первым и вторым типом диабета. Первый тип диабета – это когда симптомы появляются очень быстро, потому что нет инсулина. При втором типе диабета инсулин свой есть, и на каком-то этапе его достаточно, поэтому симптомы развиваются постепенно, и многие люди даже и не знают о том, что у них есть сахарный диабет. Поэтому этот проект, который сейчас будет, он больше направлен на профилактику и раннее выявление диабета. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день диабетом страдают около 422 миллионов человек. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет.